Фермерским хозяйством Данияр Кулмаханов занимается последние несколько лет. В прошлом году ему удалось объединить таких же сельскохозяйственников, как он сам, сразу в пяти районах области. Работать вместе решили 20 фермерских хозяйств. Теперь общее поголовье скота составляет 2647 голов. Председатель сельскохозяйственного кооператива говорит, что вместе получить помощь от государства гораздо легче. При сдаче молока будут выплачиваться субсидии порядка 10 тенге за литр. Убой скота по 20 тысяч тенге за крупнорогатый скот, за мелкий по полторы тысячи тенге. Также предусматривается выплата субсидий на удешевление комбикорма корма цехам до 20 тысяч тенге на тонну реализованных комбикормов. О том, что работать вместе проще, говорят и представители Министерства сельского хозяйства и научных организаций. Они обижают районы, встречаются с крестьянами, чтобы рассказать им о плюсах закона сельхозкооперации. Документ вступил в силу год назад. Но вшество в первую очередь коснулись залогового имущества. По новым правилам фермер может получить кредит даже под саманный дом или технику. На сегодняшний день фонд финансовой поддержки предоставляет микрокредиты лично подсобным хозяйством, крестьянским хозяйством. И здесь более лучшие, более легкие условия для того, чтобы получить этот льготный кредит. Это вот сегодня, например, есть такая программа, как есть Иглик, Береке и так далее. Много программ, Антамак есть. Согласно, например, вот первой модели, это личные подсобные хозяйства, могут получить микрокредит в размере от 3 до 6 миллионов для того, чтобы купить скот. Например, племенной скот или, скажем, молочный скот. Воспользоваться фермеры могут сразу несколькими программами. Это РЫС – программа по развитию молочного животноводства. Сумма займа составляет до 13 миллионов тенге сроком до 7 лет. На эти деньги крестьяне могут купить маточное поголовье крупного рогатого скота и вступить в кооператив. А по программе Береке можно получить до 40 миллионов тенге сроком до 54 месяцев под 6% годовых. И приобрести бычков, чтобы создать откормочную площадку. Для сбытопродукции в области работают сельскохозяйственные и производственные кооперативы. Мы оказываем все услуги, необходимые услуги. Например, сами в специальном автомобильном транспорте привозим сюда их скотов. Здесь проводим клинические осмотры ветеринарные. Все службы здесь оказываются со стороны нашей ветеринары. И при забое услуги, по забое тоже мы оказываем охлажденную мясо, отправим в необходимое место. И их расчет будет по безналичному и по наличному расчету. Мы сначала найдем клиентов, которые из города Алматы, из Тараза, из Казларды. И гарантируем их мясо, чтобы своевременно выплачивать деньги за товар. На сегодняшний день в Южно-Казахстанской области 271 сельскохозяйственных кооперативов, которые объединили более 20 тысяч личных подсобных хозяйств. Из них 31 кооператив образовался за январь 2017 года. Один из больших плюсов создания кооперативов, по словам экспертов, это тот факт, что даже объединившись, фермеры остаются собственниками своей земли, сохраняют юридический статус и имущество, а доход между участниками распределяется пропорционально их вкладок. Шаат Тухтарбай, Нургали Кушаналиев, Ербал Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР.